Субботнее утро, стайки, но из автобуса выходят совсем не футболисты. Это наши болельщики. Те, которым выпала возможность побывать на тренировке вместе с командой. В Риме у нас, в Роме когда играл, это было еженедельно. То есть всегда в определенный день была открытая тренировка, все это знали. Но мы пока все-таки, у нас немножко есть тоже свои сложности, поэтому я думаю, что раз в месяц будем обязательно такое делать, и чтобы болельщики тоже могли приехать, пообщаться с ребятами. Мы были более открыты для наших болельщиков. Многие воспользовались возможностью и переехали целыми семьями. Ведь на базе любой желающий мог найти занятие по душе. Например, поиграть в футбол, выпить чай или кофе с ароматной булочкой и попутно вспомнить самые важные и самые яркие моменты белорусского классика. Голородкович – это естественно. Это и прекрасное поведение болельщиков на секторе, на выездном. И сами эмоции. Голородкович – это тоже очень памятный. Последняя победа наша. Да, очень еще памятный результат 3-1, когда выиграли еще там в городском стадионе. Да, да, да. А затем уже обсудить и детали тренировки. Щиты, в принципе, неплохо. Не знаю, Филипп Иванов немножко разочаровывал. Пока. Пока, наверное, не набрал, наверное, свою форму или что. Запринька, в принципе, неплохо в центре. Но так пока, наверное, мы еще не особо рассмотрели. Или вспомнить о важности грядущего матча. Сейчас и никогда, потому что отрыв уже 4 очка, собственно говоря. И нужно решать эти наши проблемы по турнирной таблице прямо сейчас. То есть вот в среду ближайшую. Надо победа, потому что если не выиграем, уже будет мало шансов на чемпион. Мы так отстаем в 4 очка, нам нужна победа. 4, начинай! А после пообщаться с командой на самые рамки. Разные темы, неформальные обстановки. Я думаю, у Владимира Хвощинского можно было бы спросить. У него недавно совершилось такое приятное очень момент. У него родился ребенок. И я думаю, интересно было бы услышать, каково ему в роли отца. Вот, поэтому. Женский взгляд. Семейные какие-то отношения. Интересно было бы узнать, как это происходит у футболистов. Вера в команду. Именно то, что объединяет всех поклонников «Белосиних». Именно этого и желают футболистов наши болельщики. Плачу нас коллектива и... Полная самодача. Полная самодача. А самое главное, чтобы руководство клуба настроило игроков, чтобы бояться их нечего. Нужно выходить спокойно и делать свою работу. В футболе, в любом виде спорта, без этого невозможно. То есть, вот так вот. Скажем, это соперник одинаков. Ничем он не лучше, ничем не хуже. Те же самые люди играют. В принципе, вы смотрели вообще. Батте торпеда бит. Болели там торпеда бит. Мне кажется, Батте сейчас не очень сильный. Я думаю, можно, в принципе. Какой-нибудь вообще сильный. И что мы с ними будем делать в среду, расскажи. Я знаю. Как их победить? Когда команды равны, в принципе, важна борьба. Обладеть, обладать. Надо бороться. Когда команды равны, может решить матч. Пару моментов там. Где-то ошибся, где-то кто-то не выиграл борьбу. Но у нас будут моменты? Ну да, будут. Надо бороться. Попровать. Да. Занимать. Ну и... Посадываться. Когда команды равны, очень можно о борьбах. Борьбу проигрывать нельзя. Да. Первое подобное мероприятие прошло замечательно. Все сошлись на мнение, что подобные акции будут и впредь. Ну а за поддержку нашей команды в среду можно не волноваться. Мы надеемся. Я думаю, стоит настраиваться только на победу, и болельщики будут помогать команде в психологическом, моральном плане. Потому что это важно как для нас, так и для команды. Жалко, что в среду, конечно, играем. В воскресенье было бы неплохо. Я думаю, что людей бы было побольше. Но зато никто не поедет на огороды, на дачу посреди недели. Надеемся, наверное. Тоже хорошо, наверное. 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 Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз пригласить всех наших на стадион «Трактор» в среду. На матч, который нельзя пропустить. Убедительная просьба приобретать билеты заранее во избежание длинных очередей перед стартовым свистком. То есть максимум эмоций, никаких, скажем так, этих скромностей излишней. То есть все на футбол и слушаем, и поем, и поддерживаем. Не жалеем глот. Не жалеем, да. Матч, который нельзя пропустить. Белорусская классика. Динамо Батэ. Встречаемся 23 мая на стадионе «Трактор». Начало игры в 19.15. Билеты в продаже в кассах «Тикет Про». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...